Всем привет! Рада вас видеть на своем YouTube-канале. И мы продолжаем серию обзоров тональных кремов. И на повестке дня у нас тональный крем от Givenchy Tint Couture Everywhere. Про тональный крем Givenchy, что же нам известно? Это обновленная версия, они добавили сюда SPF 20. Также заявлено, что у тонального крема столько 24 часа, что у него очень комфортная текстура, и его просто наносить. То он выравнивает цвет лица, дарит коже сияние и выдерживает любую погоду. Еще, кстати, отдельно хочу отметить его упаковку. Это красивое стекло с крышкой под серебро, есть дозатор, что огромный плюс, потому что действительно тональный крем наносить удобно. И я вам предлагаю сейчас протестировать этот тональный крем вместе со мной в течение дня. Если же вы пробовали данный тональный крем, то внизу по комментариям. Обязательно напишите мне, как он вам понравился, либо не понравился. Если же вы пробовали еще другие тона данной марки, то тоже делитесь комментарием. Нам будет интересно почитать ваше мнение. Итак, наносим тон. Сегодня это будет моя любимая кисть от Калини. Ее уже около 3 года, я ее просто безумно обожаю, даже, наверное, больше 3 лет. Как всегда, наношу капельку, даже чуть больше, на одно нажатие. И ставлю точки по всему лицу. Для чего я это делаю? Для того, чтобы максимально равномерно распределить тональное средство. И тогда у меня кисть будет тушевать, а не просто размазывать, если вы кисть все-таки умкаете в тон. И растушевываем сверху вниз. Так, и вот какое у него покрытие. В принципе, пищу, которую он не выскочил, он не прикрыл, но он намного плотнее, чем легкое. Такое среднее покрытие, матовое, достаточно легко его растушевывать. И мне нравится, как будет кожа. Сейчас я сделаю свой привычный макияж. И мы с вами, как всегда, посмотрим в течение дня, как он будет себя вести. У меня будет консилир от марки Maybelline Fit Me. И я уплотняю комочные места. Обязательно растушевываем пальчиками безымянными, потому что у них самая легкая степень нажатия. Уплотняем еще обязательно те места, где нам не хватило покрытия тонального крема. Либо наносите просто второй слой. Это крылья носа. Обязательно. Века тонируем. И уделяем внимание нашему слезному каналу. И уголки губ. Потому что если вы решите накрасить губы каким-то супер ярким цветом, то если они будут не проработаны тоном, то будет очень некрасиво. Ну, все. Теперь приступаем к моему привычному мейкапу. Сейчас мы сделаем мою любимую коррекцию кремовую с помощью стика Kiko. Да и есть первый номер. Если вы еще его не купили, то, естественно, рекомендую вам, потому что это просто потрясающий цвет. Поехали. Нимаем немножко на руку. Сразу наносим. И растушевываем. Это кисть. Это коза от Наташи Шик. И проходимся в тех местах, где у нас привычные тени. Это линия роста волос. Височная. Скуловая тень. И крылья носа тоже. Очень удобно, конечно, за такими кистями вы это сделаете за два движения. Ну вот, как это быстро. Обязательно уделяйте внимание спинке шеи, боковым краям, потому что ваше лицо темнеет, а на фоне этого шея светлеет и смотрится не очень гармонично. Поэтому чуть-чуть остатками пройдитесь и немножко пройдусь по спинке носа. Кремовые румяна у меня будут... Какие будут? Давайте возьмем Beauty Drugs. Вытянкину два. И сделаем сейчас то же самое. Наношу на руку. И с руки буду переносить траву на щечки. Вот. Снимаю. И наношу чуть-чуть вне, ниже, для того, чтобы не опустить щеки вниз. И обязательно следите за положением кисти. Я растушу его к вискам, а не вниз. Вот. Сейчас. Вот. Видите? Потому что если вы будете опускать, держать кисточку вот так, то вы будете щеки опускать вниз. А мы все-таки хотим, чтобы кисти было больше приподнятое, чем упущенное. Поэтому тоже следите за своими движениями, потому что такие повторяют то, что вы делаете. Остатками пройдусь тоже по боковым частям лба. Для того, чтобы повторить цвет. Основной все-таки лежит у меня на щеках. И набираю еще остатки. Уголочком прохожусь, где у меня косточка, складка века. Теперь у нас будет хайлайтер. Я возьму от Диор, вот этот персиковый, теплый. Точно набираю его на край. И прохожусь. По выступающим частям. Вот, как красиво. Конечно, облегую. Так. Вы, если у вас кожа сухая, либо нормальная, вы еще можете пройтись по спинке носа. Так как у меня кожа жирная и комбинированная, я стараюсь избегать блеска в центре лица. Тень у меня от бренда Cargo в виде карандаша, что просто очень удобно. Потому что она-то и прорисовала, и сразу растушевала. Прорисовываю максимально близко к ресничному краю и чуть-чуть тянем в сторону. Я буду от Зоева, малышку. Кстати, кто не видел мое видео с кистями, я уже снимала обзор на эти кисти. То есть, это сейчас внизу появится вам ссылочка, либо смотрите под видео в описании, и будет ссылочка на пыль кистями. Растушеваем. Причем сохраняем интенсивность у ресничного ряда. Растушеваем. 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 И сверху я добавлю на подвечное веко светлую тень вот от Шарлотт и Тьюбери. Откручиваем ресночки. Мой любимый тандем сейчас это Maybelline коричневая и Evelyn сыворотка для ресниц. Какие у нас большие листья. И я нанесла только что тон, покажу ближе как это все выглядит, как ресницы проливаются, сияют, очень глаз себе даже не попало. Будем следить как же он ведется в течение дня. Так, выход номер два. Как ведет себя тон, я не припудриваю его и хочу вам показать. Он стал чуть-чуть исчезать, где крылья носа. Может быть я потекла и не обратила на это внимание. Лицо стало сиять. Ну и такое красивое живое сияние. Посмотрим как он выдержит 10 часов. Пока мне нравится, как он себя ведет. Я думаю, что можно спокойно промокнуть лицо салфеткой и ходить дальше. И сейчас 7 часов вечера и мне кажется, это уже показательная история. что можно оценить, как ведет себя тон в течение дня. Вот так. Что я показываю вблизи. Вот уже, кстати, стал появляться вот этот мой прыщик, который тут у меня выскочил сегодня. Вот. Есть такое красивое сияние, но, повторюсь, мне нравится, как он себя ведет. В складочке нигде не забился. Хорошо так. Учитывая то, что я его никак не уплотняла и не припудривала. Мне нравится, что я вижу свою кожу. Это мой большой плюс. И ты его реально не ощущаешь в течение дня. носить его очень комфортно. Так. Выводы про тональный крем от Givenchy. Мне тон понравился. Если вы помните, я делала обзор про тон Clorance. И вот для себя я купила Givenchy. Я фанат этой марки. У меня не первый тон. От них я уже пробовала. И оба мне понравились. Он обладает легкой такой средней степенью покрытия. Супер что-то там сильно не прикроет. Но мне и для повседневного использования нет в этом нужды. Если же мне нужно уплотнить, то я нанесу либо второй слой, либо добавлю какой-то тональный крем поклотней. Принципы, например, Шерлот и Тилбери. Кто не видел, кстати, обзор на этот тональный крем, то вот под видео я вам оставлю описание. Но для ежедневного использования мне его хватает. Мне нравится, что он достаточно быстро распределяется. быстро застывает. Поэтому старайтесь побыстрее это все-таки сделать. Легко наносить его кистью. Руками я не пробую наносить тональный крем, поэтому абсолютно ничего не подскажу. Кожа у меня жирная комбинированная. С ним она у меня сияет где-то через 4 часа. Но это такое, знаете, красивое сияние и не является для меня какой-то проблемой. Можно легко промокнуть салфеточкой, ну и, пожалуйста, гулять все дальше, заниматься своими делами. И, в принципе, я не переживаю, как выглядит мое лицо. Я понимаю, что никаких там видоизменений не происходит. Кожа, на удивление, тоже после него не выглядит уставше, как это бывает с какими-то стойкими тонами. Не спровоцировала какие-то новые высыпания над кожей. Я его не замечаю. Но здесь у меня были в предыдущих видео комментарии, что тональный крем подчеркивает шелушение. И здесь я должна вам сказать о том, что любой тональный крем подчеркнет шелушение, если они присутствуют. Потому что ни один тональный крем не работает с текстурой кожи. Все тональные крема работают только с цветом лица. Поэтому, если же у вас есть шелушение, то снимите тональный крем и проведите какие-то процедуры для лица, до, потому что тональный крем это детектор состояния кожи. Если это зимний период, то очень часто кожа шелушится в силу понижения температуры и не хватает питания увлажнения. Поэтому достаточно сделать ей увлажняющие питательные маски и эти шелушения уйдут. Если же это шелушение связанное с тем, что вы в принципе не скрабируете кожу, то вы можете присмотреться к мягким эксфолиантам, которые как раз таки уберут этот рогревший слой и все последующие стрессы будут лежать на них хорошо. Более того, кожа и крема будут впитывать лучше, соответственно они будут глубже проникать и работать тоже лучше. Спасибо, что смотрели со мной это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok